что жизненные уроки, они будут повторяться до тех пор, пока они не будут усвоены. И если говорить про извлечение уроков для сферы туберкулеза, мы всегда обычно слышим, что должны учиться у ВИЧ-движения. Почему? Потому что они превратили свою негативную энергию, точнее не свою, а всю негативную энергию и стигму, связанную с ВИЧ, в силу, способную вызвать перемены. И с самого начала вовлекая людей с ВИЧ и затронутые сообщества в противодействие ВИЧ. И участие, и лидерство людей, живущих с ВИЧ, уязвимые к ВИЧ, и затронутые ВИЧ были отличительной чертой и особенностью как раз ответных мер с момента начала эпидемии. И как говорил один писатель, что вы не можете вернуться и изменить начало, но вы можете начать с того момента, где вы находитесь, и изменить конец. Поэтому я очень рада, что тебе, people, поднимает эти вопросы мобилизации ТБ-сообщества. И несмотря на то, что ТБ-сообщества с самого начала не вовлекались в ответные меры на туберкулез в той мере, в которой должны были, как это было в случае с эпидемией ВИЧ, сейчас мы должны проанализировать, где мы находимся с мобилизацией сообщества в данном отрезке времени, извлечь уроки. И своими решениями, а также действиями должны повлиять и изменить тот конец, к которому мы хотим прийти. И я не устану повторять, что пока люди не понимают ценность тех или иных вещей, они не будут за это бороться. Так вот, с мобилизацией происходит точно так же. Если даже организации гражданского общества и сообщества не понимают ценность мобилизации, ведь столкнувшись с проблемами или дефицитом, например, финансирования, усилия по мобилизации сообщества часто оказываются первыми, которые срезаются, самими же УГО или сообществами. Тогда на самом деле встает вопрос, как мы хотим это доносить до людей, принимающих решения. И вот чтобы подходы к мобилизации сообщества были эффективными, и потенциальные партнеры, люди, принимающие решения, должны быть убеждены в способности сообществ улучшить свое здоровье. И этим, к сожалению, не все могут похвастаться. Это связано с тем, что сообщества на своем уровне не могут адекватно оценить свой потенциал, и для этого очень важна внешняя оценка и поддержка, что как раз вот и могут и должны привнести региональные и глобальные организации на своем уровне. И вот, например, чтобы говорить об ингредиентах или идеальном рецепте приготовления, каждому нужно очень четко понимать, да, Тимур, то, что ты говорил в самом начале, понимать, какое блюдо он хочет получить в конце, то есть иметь четкую картинку этого блюда. И я уверена, что если бы, Тимур, ты или кто-то из нас сейчас попросил дать наших участников определение термина мобилизации сообщества, вы, возможно, не смогли бы уверенно обозначить это определение. Хотя вы точно были вовлечены в работу по мобилизации сообщества и слышали не раз эти термины. И кроме того, например, такие термины, как вовлечение сообщества, организация, сообщество, вмешательство или интеграция, они очень часто используются как синоним, описывая участие сообществ в противодействии туберкулеза, однако они часто замещают слово мобилизация сообщества, хотя на самом деле эти термины, они разнятся в своем значении. И на самом деле сегодня, к сожалению или к счастью, нет стандартного определения мобилизации сообщества, что дает, наверное, некую гибкость, а также нет консенсуса относительно основных элементов мобилизации сообщества. Поэтому для себя и для нашей организации я сделала следующее определение мобилизации сообществ, которое, наверное, служит основой для всех наших активностей. Поэтому мобилизация сообщества – это наращивание потенциала ТБ-сообщества по укреплению коллективного лидерства, сопричастности, вклада или участия в стратегии для достижения одного или двух целей. И первая цель – это повышение вовлеченности в услуги на каждом уровне каскада оказания помощи туберкулеза. И второе – это мобилизация сообщества и организация гражданского общества для адвокации лучшей политики. Поэтому, наверное, важно отметить, что конечный результат успешных усилий по мобилизации сообщества – это не только решение самой конкретной какой-то проблемы, но и усиление потенциала для успешного удовлетворения других потребностей и желаний сообществ. И если говорить о конкретных примерах, и что мы, как Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом, делаем для достижения вот таких вот как раз двух упомянутых целей, я бы, наверное, поделила их на блоки очень такими широкими мазками, рассказала о тех ингредиентах, которые мы используем, чтобы получить хорошее блюдо в виде мобилизации сообщества. И первое – это активности, которые бы позволяли сообществам вносить значимый вклад в политики. Что я сюда вкладываю? Какие активности мы делаем? Первое – это проведение визитов технической помощи, визитов по выявлению потребностей организаций гражданского общества и сообществ, во время которых мы выявляем потребности, и потом планируем ряд встреч с людьми, принимающими решения, и сопровождаем дискуссию. Таким образом, чтобы организации гражданского общества и сообщества были услышаны, что очень важно. Дальше – это проведение национальных диалогов. Это, на самом деле, очень прекрасный инструмент для того, чтобы помочь убрать барьеры во взаимодействии между организациями гражданского общества и сообществами и людьми, принимающими решения. Что, конечно же, в свою очередь позволяет делать более значимый вклад в изменение политик со стороны сообществ, что как раз и является частью мобилизации сообществ. Третье в этом блоке – это внедрение механизмов многосекторального взаимодействия и подотчетности. И, возможно, вы знаете, что для внедрения такого важного механизма для оценки многосекторального взаимодействия и подотчетности было выделено аж целое отдельное и самое объемное приложение по значимому участию гражданского общества, и благодаря которому можно выявить, насколько ТБ сообщества и организации гражданского общества вовлечены в преодоление туберкулеза не только в оказании услуг, но и в разработке, в формировании программ, в мониторинге, в оценке и в процессе управления и координации коммуникации, что тоже очень важно. Поэтому, принимая этот инструмент, можно в значительной мере расширить влияние организации гражданского общества и сообщества на принятие решения в своей стране. То есть, по сути, мы как региональная организация, мы даем базовые вещи для того, чтобы эта мобилизация на уровне стран могла осуществиться. Второй блок – это развитие лидерства. То, чему мы уделяем сейчас тоже много внимания, что включает в себя обучение, образование, расширение права и возможностей для сообществ. И если мы говорим конкретно про активности, относящие к развитию лидерства, ЕКТБ сейчас пропилотировала уже программу наставничества для лидеров сообществ и организаций гражданского общества, которая называется «Три слагаемых в ликвидации туберкулеза» «Компетентность, уверенность и перемены». Эта программа разработана для поддержки лидеров организаций гражданского общества ЕТБ-сообщества в использовании и усилении своих организационных навыков и навыков межличностного общения, лидерских качеств, навыков эффективной коммуникации, урегулирования конфликтов и решения проблем, что в принципе даёт лидерам возможность быть более эффективными и вовлекаться в процессы адвокации на страновом уровне. Если мы говорим о расширении права и возможностей для сообществ, что мы делаем? ЕКТБ участвует и является членом различных региональных стратегических групп при Европейском бюро УОЗ. То есть по сути это обязанность региональных организаций расширять возможности и права сообществ на уровне стран посредством своих каких-то региональных активностей. И эти группы, в которых мы участвуем, они как раз формируют национальные политики или задают вектор этим политикам. И это является важным как раз ингредиентом, благодаря которому мы смогли. Первое, это для обзора УОЗ, когда по сути УОЗ выезжает в страну с мониторингом национальных противотуберкулёзных программ, мы смогли проадвокатировать разделение обязанностей для организации гражданского общества и представителей сообществ, потому что ранее только представители от ОГО могли вовлекаться. И важно отметить, что в формировании ТЗ для представителей от сообщества увлекались ТБ Пипл, непосредственно Тимур, а также у нас получилось создать новую квоту в команде для представителя сообществ на равных условиях с другими членами команды ВОЗ. И в прошлом году ВОЗ объявил конкурс у консультантов об сообществе. Таким образом, мы создали возможность на региональном уровне для сообщества влиять на программы и сервисы у себя в стране. То есть создали возможности для адвокации, потребности своего сообщества, а также чтобы они могли участвовать в мониторинге и оценке программ. То есть это с нашей стороны, в этом заключалось предоставление инструментов для мобилизации сообществ. Также мы смогли включить очень конкретные четыре индикатора для измерения вовлеченности ТБ сообщества гражданского общества в структуру мониторинга и оценки плана действий европейского региона ВОЗ на следующие 9 лет, до 2030 года, по которым будет ежегодно собираться отчетность. И это теперь будет являться хорошим адвокационным инструментом на страновом уровне для мобилизации сообщества по двум направлениям. Чтобы первое сообщество стали равноправными партнерами в противодействии туберкулеза и также получили устойчивое финансирование в конечном итоге, что тоже очень важно. И также расширение возможностей обеспечивается посредством налаживания сотрудничества между сетями и организациями, и даже странами, когда обмениваются лучшими практиками, извлеченными уроками. И это то, что мы много делаем посредством онлайн-обучения с возможностью обмениваться опытом, проведение региональных встреч, вебинаров и так дальше. У нас много очень мероприятий. И третий блок, самый последний, он маленький по описанию, но он тоже немаловажный. Это услуги по туберкулезу, которые могут предоставляться на уровне гражданского общества и сообществ. И вот с целью усиления значимого участия организации гражданского общества в ответ на эпидемию туберкулеза, связанного тоже с переходом от внешнего донорского финансирования, КТБ совместно с Центром ПАС и региональным европейским бюро ВОЗ разработали региональный рамочный документ, который называется стандартизированный пакет поддерживающих услуг по туберкулезу, который могут предоставляться на уровне сообществ. И который включает также методологию расчета стоимости этих услуг. Поэтому этот региональный инструмент, он на самом деле открывает колоссальные возможности для мобилизации сообщества на национальном уровне. Но только в том случае, если сообщества и организации гражданского общества смогут действительно разглядеть эту возможность и смогут со своей стороны приложить адвокационные усилия для его адаптации. Поэтому здесь, наверное, я уже остановлюсь. Я и так уже много сказала. Хотя нам многое чем есть еще поделиться, чтобы другие коллеги, наверное, тоже могли высказаться и поделиться своими взглядами и опытом. Продолжение следует...